Стандартные процедуры перед поездкой, знакомые любому автовладельцу. Прогреть машину, проверить тормоза и фары, очистить от снега. Антон Малыгин, водитель такси, теперь проводит разве что для профилактики, а не для перевозки пассажиров. А МИЧ остался без работы из-за ДТП, которое, уверяет водитель, произошло не по его вине. Видеозапись из салона такси, где неизвестность заднего сидения бросается вперед и выхватывает у водителя руль, разлетелась по социальным сетям. В результате таких маневров легковушка столкнулась с большегрузом. Полностью крыло под замену уходит, бампер пострадал под крыло. Фара вроде как целая оказалась, но я потом залазил, смотрел, крепления все сломаны. Вспоминая ту смену, Антон рассказывает, ничего не предвещало беды. Заказ пришел одним из первых, конечной точки не было. Опасений пассажир тоже не вызывал, был спокойным. Разве что сел в салон с открытой бутылкой алкоголя. Я говорю, ну, как бы в машине нельзя пить. Я говорю, давай, либо ты на улице ее оставь, выкини там, не знаю, либо допей на улице, я тебя подожду. Да нет, нет, говорит, все будет хорошо. Достал там пакет салафановый, обернул эту банку пива. Я, говорит, не пролью, все будет спокойно. Однако упаковка и обещания не помогли. Антон, почувствовав резкий запах алкоголя в салоне, остановил авто. Увидел лужу на автомобильном коврике. Попросил пассажира оплатить мойку, но, как утверждает водитель, денег у парня с собой не оказалось. Амич решил завершить заказ, чтобы не тратить свое время. При этом, говорит, оплаты не требовал. Клиент на просьбу водителя снова и снова отвечал отказом. Он говорит, да нет, мне все равно, но я из машины не уйду. Я говорю, ну все, тогда едем в таксопарк. Поехали мы, значит, в сторону таксопарка. Спустя, наверное, где-то минут пять человек начинает орать на всю машину. Мы поехали, получается, по улице Булатова. Доезжаем до конца, поворачиваем на Рженикидзе возле метра моста. И неожиданно, получается, с заднего сидения он на меня нападает, хватается за руль, начинает что-то орать. Ну, благо скорость была небольшая. Мы, наверное, где-то километров 50 всего ехали. В итоге из-за действий пассажира и тяги к управлению автомобилем случилось ДТП. Легковушку сначала выбросило на встречную полосу, а затем такси встретилось с большегрузом. Почти лоб в лоб. Антон говорит, если бы не интуиция, то видеозаписи, доказательства нападения просто-напросто бы не было. Ведь регистратор все время следил за дорогой, а не за тем, что происходит в салоне. Буквально за минуту до аварии, до начала нападения, не знаю, чуйка сработала. То есть перевернула в салон. Ну и, как оказалось, не зря. Сейчас Антон не работает. Автомобиль простаивает во дворе. Машину можно починить минимум через две недели, когда пройдут все необходимые проверки. А пассажиру, который неожиданно захотел порулить, уже светит как минимум один штраф. Госавтоинспекторами в отношении пассажира составлен административный протокол по части 1 статьи 12.29 нарушение пешеходам или пассажирам транспортного средства правил дорожного движения. Серьезных травм участникам истории удалось избежать. Антон отделался лишь небольшим ушибом руки. Тем временем в ГИБДД отмечают, сотрудники проводят проверку и устанавливают все детали дорожной схватки. Продолжение следует...